это ржд тв тема часа мы продолжаем и в ближайшие минуты будем говорить о ремонте вагонов александр приветствую вас спасибо что пришли с интересом и вниманием я изучил ваш доклад и чего хотел бы начать с шестнадцатого по двадцатый годы объем вагон ремонта снизился почти на 20 процентов на 18 по вашим подсчетам объяснить просто причины на ваш взгляд снижения этого на добрый день действительно рынок вагон ремонт существенно сократился с 464 тысяч ремонта до 378 с половиной но наверно этот период бы хотел бы разделить на несколько подэтапов так как причины были несколько иные разные дополняющие друг друга если в период 16 по 19 рынок сокращался однако снижение было менее существенно 6 7 процентов только то в дальнейшем в двадцатом году по сравнению с девятнадцатым как раз снижение уже было свыше 12 процентов в результате за весь период как раз и получилось 18 процентов какие же факторы оказали влияние на снижение в период до 19 года в первую очередь это массовое списание грузовых вагонов которые у нас были в 15-16 годах в этот момент списали свыше 200 тысяч единиц и вторым фактором начало массового поставок инновационно-подвижного состава с увеличенными межремонтов интервалами например если у типового полувагона срок скажем 160 тысяч километров то инновационного на зависимости от модели существенно больше в несколько раз больше это для до пасков ремонта говорим если для капитального то у типового полувагона с межремонтный срок 11 лет у инновационного уже 16 соответственно все это в период до 19 в первую очередь как раз к завлиянию межремонтные пробеги по доповского ремонта все это и привело к сокращению вот эти четыре года как их вообще можно охарактеризовать то есть что это было для рынка как он модернизировался за это время соответственно как уже отметил снижение было не такое существенное то есть у нас в виду ряда регуляторных решений до парк списали потом начали его исполнять в 15-17 годах были определенные меры государственной поддержки как раз к стимулирующей поставки инновационный подвижной состав и происходил определенное перестроение то есть если до списания на рынке был профицит подвижного состава было много вагонов достаточно старых уже с продленным в том числе сроком службы да они часто и ремонтировались это как у них были короткие межремонт интервала и второ цеплялись достаточно интенсивно то списали все старые вагоны порезали на сети остались преимущественно новые свежие вагоны в результате у нас средний возраст подвижного состава на сети на тот момент у нас стал один из самых молодых в мире для полу вагонов конкретно опустился ниже 10 лет что касается двадцать первого года сейчас уже можно некие итоги подвести мы пронаблюдали некий рост объема вагон ремонта с чем бывает связали да давайте только еще откатимся назад про 20 год поговорим тогда в двадцатом снизилась помимо факторов озвученных мой ранее оказала влияние еще негативная динамика грузовой базы которая была усилена влиянием пандемии к вида 19 до пандемии хотел еще отдельно конечно поговорить потому как она на самом деле не закончилась как успели ли к ней приработаться об этом тоже хотел спросить давайте прямо сейчас тогда почему бы и нет что касается пандемии насколько вот эти к этим условиям уже отрасль привыкла и рынок может быть уже не так остро реагирует на какие-то моменты до отрасль в целом адаптировалась вагоны строители вагоны ремонтники адаптировали сама структура железнодорожных перевозок уже адаптировались и операторы и грузовые отправители происходили определенные донастройки да и удаленный режим тоже не затронул больше стало онлайн общение взаимодействия определенные сервисы пооткрывались если касательно вагон ремонта вот это существенное снижение 12 7 процентов она в первую очередь произошло за счет того что сократилась грузовая база потребный парк вагонов следовательно за ним тоже снизился на рынке образовался локальный профицит подвижного состава что привело к сокращению ставок аренды и оперирование грузовыми вагонами например ставка аренда с двадцатый год снизилась более чем в два раза и оказался ниже уровня 1000 рублей в сутки в связи с этим операторы ввиду низкого уровня дохода предпочитали именно не отправлять вагоны в ремонт с подошедшим сроком службы а отставлять его от движения этот момент кстати очень меня удивил то есть получается на какое-то время после локального профицита вагонов пандемию операторы предпочитали их не ремонтировать а поддержать вот это вот так называемый отложенный спрос он уже как-то сказывается или нет безусловно в двадцать первом году мы увидели обратную ситуацию то есть вернулся рынок продавца что называется до начала восстанавливается экономика не только в россии но и в других странах увеличился спрос на наши ресурсы в том числе на мировом рынке но прежде всего на мировом рынке цена на уголь за год буквально выросла более чем в три раза с 50 сначала мы преодолели отметку 100 долларов за тонну потом и 150 если говорить о сентябре-октябре прошлого года то например по базе поставки фоб уголь торговался уже на уровне 180 долларов ну и в дальнейшем динамика примерно такая же сохранилась в результате спрос на вагоны увеличился уже профицит сменился локальным дефицитом который все больше серьезнее обострялся ставки не замедлили себя долго ждать начали расти как ставки и аренды и оперирование но ставка аренда выросла более чем в три раза 700 рублей постоянно начала двадцать первого года превысил две тысячи по ряду по ряду контрактов на конец уже двадцать первого года ну что касается 21 года вот этот вот рост который мы сейчас наблюдаем насколько на ваш взгляд он продлится продлится долго я сейчас имею ввиду именно по вагон и ремонт по вагон и ремонт на наш взгляд мы производили определенную масштабную работу пик вагон ремонта будет 2023 году то есть в первую очередь он увеличится за счет роста объема капитального ремонта данный тип ремонта прогнозируют достаточно просто так как он регламентирован только большом счет одним условием это возраст момента постройки как уже отметил например для типового полувагона это 11 лет для инновационного 16 но и для других родов вагона тоже такие периоды соответственно мы знаем что с десятого года по 13 нас были массовые поставки вагонов на сеть рынок оперирования окончательно в этот момент сформировался ставки аренды оперирования были достаточно высокие соответственно операторы массово закупали вагоны поставляли на них да стоит отметить что в тот момент поставлялись вагоны именно со сроком с момента поставки до проведения дк р сроком примерно 11 13 лет соответственно 10 и 13 накладываем плюс 11 13 лет и получаем зависимости от модели до порода вагона и получаем рост пиковый рост 23 году что касается инновационных вагонов вы их сегодня уже не раз упоминали 16 лет от постройки до капитального ремонта а можно ли оценить количество их сейчас на рынке в процентах или может быть число да безусловно их количество последние года 16 интенсивно увеличивается в настоящий момент мы плотно уже приближаемся к отметке 200 тысяч единиц и пишут это значит для рынка большое количество таких вагонов отмечено что основная доля составляет нас полу вагоны около 150 тысяч единиц из 200 общая а для рынка но в среднесрочной и долгосрочной перспективе потенциально ожидается снижение объема вагон ремонта так как норматив у них больше как и по дубапускому так и по капитальному конкуренция среди вагон ремонтников насколько она сейчас действительно высока и к чему приводит борьбе за клиента то есть вагон ремонтники в первую очередь в целях привлечения клиентов пытаются повышать качество обслуживания сервиса сокращая оптимизирует свою технологию сокращает время простое вагонов при проведении ремонта работы чтобы в текущих условиях это очень важно так как ставки большие операторы хотят зарабатывать пока это возможно да и вагон чем меньше проста его тем больше он приносит приносит денег спасибо большое за эту беседу это ржд тв тема часа оставайтесь с нами и и и и и и